красивые тимур но они беспонтовые но медные вряд ли ты где найдешь хотя бы свинец это постоянное будет окисление разно разнополюсные металлы и из-за этого у них будет набиваться оксид между ними давай зайдем всегда отхожу в сторону когда заводят пару раз наехали на меня просадка немного 12 с половиной ну вот Продолжение следует... Сейчас мы пока без нагрузки проверим, но зарядка маловатая. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот по плюсу у тебя разрыв. И разрыв у тебя, скорее всего, идет вот в этом месте. Тебе надо вот это... Да, раскрутишь эту гаечку, зачистишь клеммки, открутишь следующую гаечку. И там втулка железная. Ее надо с обоих сторон зачистить. Зачистишь, все это соберешь и потом подъедешь ко мне. 14 вольт, в принципе, практически мы увидели. Но вот небольшая потеря есть. Теперь давай включи сет и посмотрим, как работает регулятор. 0,1 вольта, потеря. Так, ну сейчас 0,2 вольта. 0,2 вольта, да? Так, не вытягивает. Ну, а... Сделай вот это. Возможно, придется теперь регулятор другой поставить. Маловато выдает. Тем более, если у тебя ездишь не с музыкой, желательно, чтобы у тебя 14,2 приходили. Так, сейчас давай заглушим и одну клеммку спинем. Ключ зажигания вытащи. Дверь закрой. Ключ зажигания вытащи. Так, нежи. Ну вот видишь, вот она, а нет. Да, у тебя 0,1 ампера. Паразитка. Не сказать, что она критичная, но с этой батареей тебе нужно бороться за каждый миллиампер, чтобы у тебя не было паразитки. В итоге она у тебя все равно накопится. Допустимое, 2,0 мы должны увидеть. 75 это крайний, это потолок. Все, что выше, все, что больше. Желательно устранять. Все-таки музыку перекинь на штатные места. Только зажигание, да? Да, зажигание выключил, у тебя все обесточилось. Если бы у тебя сабвуфер, скорее всего, правильно подключен, потому что если бы у тебя сейчас кроме магнитола еще и заработал сабвуфер, была бы гораздо большая утечка. Он у тебя должен включаться, сабвуфер, при активации магнитола. То есть включаешь магнитолу, и у тебя должен работать сабвуфер. Взял, надо перейти и там посмотреть, да? Это да, зачистишь, подъедешь, мы посмотрим. Если напряжение у нас добавится, которое нам необходимо, значит мы оставляем все в покое. Если нет, то придется тебе поменять реле-регулятор. Реле-регулятор тебе надо будет снять вот эту крышку, и он под этой крышкой находится. Ясика, спасибо. Давай, удачи. Давай-давай, заноси. Хороший, говорит, он тебя садевает. Шарошка. Что, замерзла, что ли? Он жалуется вообще, просто я говорю. Наброску тоже посмотрим. 19-го года. Батерейка. Батерейка. Так. Так, индикатор у нас то хочет, то не хочет. Так, примерно так вот отмываю я волшебной жидкостью фэрри с водой. Шара, может, ты погуляешь, а? Чё там, блохи, что ли, завелищики? Так, это 62-ая, да, батарея у нас? 60-ая, 530 амперчиков. Так, ну, что тут покажет наш тестер? Так, ну, смотри, 59 процентов по суху показывает. Батарея как бы заряжена, ну, ты на ней приехал. 409 ампер пусковой ток и НРЦ 12.75. Сопротивление 6.75. Сейчас мы эти данные запишем. Так, 59, 98, пусковой 409, напряжение 12.75, 12.75. У нас сейчас некорректный замер, потому как батарея, она держится на соплях, то есть на поверхностном напряжении. Так, сопротивление 6.75, 6.75. Основной параметр, от которого мы будем отталкиваться, это плотность. Так, уровень, уровень. Кто-то наливал водичку, да? В этом вообще ничего не трогал. Вообще ничего не трогал? Нет, по-моему, трогал, потому что поверхность была... Вот она. Видишь, у тебя электролит через верх. Я спрошу у него. Видимо, либо водичку. Хорошо, если и водичку доливали. Батарея, она не должна выкипать так. Если большой уровень, то, естественно, она будет под пробки. Она будет кипеть. То есть выкипать. Ну, это бы тоже год назад взял пол, что-то дарило. Ну, вот, смотри, плотность у нас 1,25 с половиной. 1,25 с половиной, это при большом уровне, при завышенном уровне. Ну, где-то один, грубо говоря, 1,26 будет. Батарея, она подразряжена. Она по всем банкам я отдельно ну, сам пройдусь. Ну, первое впечатление, будем так говорить. Не первое, а общее впечатление, что батарея разряжена. Так, напишем 1,26 Ну, надо нам вытащить 1,28 с этой батареей. Так, еще раз номер телефона скажи. 8,707 708 707 707 328 328 59 39 59 39 Тима Ну, все, Тимур, я Позвоню, как будет готово. Всего доброго, спасибо. А, давай, всего хорошего тебе, удачи. Втулочку, да, тут почти, да? Да, 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 доберешься до втулки. Но у тебя, по-моему, белорусский генератор, возможно, там втулка прикрученная. Если втулка свободно не будет вылазить, то сильно не выковыривай не выковыривай ее. На счет, ты посмотри, по-моему, да? Если втулка не будет, лучше съеми генератор. Привезим, и мы здесь посмотрим. Возможно, придется сделать ему ревизию, чтобы ты зимой ездил и улыбался. Чтобы вот эти сопельки на ковочки не были намотаны. Потому что, ну, вроде оно незначительно, вроде в пределах нормы, но как правило, вот этот недозаряд, он и накапливается, что мы его увидели в твоих батареях. И сделай желательно это, да? Через штатно, да, сделать? Да, да, сделай. А надо сделать это? Кто? Ну, клен. Они занимаются установкой вот этой сигнализации, всего прочего. Могут, в принципе, сделать это? Ну, по идее, да. По идее, да. Да, я как залезу в генератор, если сниму, либо как-то этот привезу его. Да, в любом случае подъедь. А вот без выхода заработать? Ну, сейчас иногда делаю в понедельник себе выходной, бывает, посплю до обеда. В субботу, в воскресенье работаете, да? В субботу, в воскресенье, да. Все, спасибо большое. Давай, удачи, Тима. Здравствуйте. А ты че у вас? Здравствуйте. О, че, дома зашел, да? Ребят. Шара, иди гуляй. Аля. Иди. Так. Вот ваши показатели, которые были. Так, так, 550. Вот, смотрите, 100%. Нет. Вот, 100%. Ага. 565 ампер батарея выдает. Вот это, смотрите. Да. 550 заявлено. То есть, батарейка огонь. Как положено, как бы. Да. 100%. 100%. 98%. 565. Напряжение 1296. Сопротивление 488. Так, плотность я вам не показал. Давайте я плотность покажу. Любую банку открываю. Видите, на зеленом. Подность 1,29. 1,29. Здесь практически... Они сейчас вьют под 1,30. Кислоты не жалеют. Так. Эту... Этот бейджик куда-нибудь положите. Пусть он у вас будет. Чтобы мы могли... На всякий случай, да? На всякий случай, да. Чтобы мы... Могли мониторить состояние батареи. В дальнейшем. Все забирать. Ага. Спасибо. Опа. Всего доброго. Удачи вам. Мы у вас зарядку все мерили, да? Да, да. Ага. Все. Все хорошего. Вот сейчас дяденька с музычкой. И мне YouTube заблокирует ролик. Ну, будем... Заблокирует, заблокирует. Нет. Честно говоря, посрать. На эту монетизацию. У меня ее все равно нет. Но к просмотру он все-таки просматриваться будет. Так что я не переживаю. Так, что продолжим. Наши паяльные инсинуации. Закончил пайку. И теперь у нас наступит самый ответственный момент. Вот клиент привез электролит. Пользуюсь таким электролитом. Сейчас батарейка остынет. Она горячая. Сейчас батарейка остынет. И будем заливать вот такой тюменский электролит. Якобы. Тюмень. Вот такую наклейку, честно говоря, я могу отпечатать. Будем надеяться, что это нормальный. Ну, хотя бы этот электролит соответствует той плотности, которая здесь заявлена. На многих электролитах даже это не соблюдается. Поэтому и неизвестно, с какого состава он сделан. Какой водой была разбавлена серная кислота. И состав этой серной кислоты также неизвестен. Подождем, пока батарейка остынет. И займемся заливкой. Еще раз расскажите проблему свою. Короче, этот... С первого вот этот аккумулятор у меня сдох. Точно вот так же было белое. Все сдохло. Я его снял, поставил на зарядку. Все зарядил. Второй аккумулятор поставил. Рабочий поставил. И он у меня сдох. Через какое время и... Так, ну я съездил километров сорок туда и обратно. 80 километров прошел, а он у меня сдох. Я приехал... Вот это что у вас? Это вентилятор дополнительный. В смысле? Греется. Видите, радиатор не родной стоит, похоже. Но... Тоненький какой-то. Как-то странно у вас подключено. Нет, он не подключен, он отключен, наоборот. Он не работает, его не включаем. Это просто... Это когда жарко, летом было. Но вот этот аккумулятор новый. Его взяли только где-то недавно. Так. Он заряженный, это аккумулятор. Если бы он был заряжен, у вас был индикатор. Зеленый был бы. Был бы зеленый. Он был зеленый. Он был зеленый. Ну, значит, нету плотности. Сотку? Ага. Значит, плотности нету. Может, просто вода залита была, наверное. Нет. А почему плотности? Вы в любом случае его высадили. А сейчас... Вы его заряжали сами, да? Да. Ну, зарядное устройство поставил. Ага. Давайте зайдем в машину. Милуха. 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 У нас нет зарядки. Нет, у вас зарядки нету, поэтому все возможно, горят кучом, может быть, предохранитель где-то или еще что-то. Нет, у вас генератор. Так, ну да, нового ДОСа, снимайте генератор и где уже генератор. Должны 500 тенге, но вам желательно батарею привезти ко мне, вы ее сами не зарядите. Вот этот тенгенский медвейт. И его нужно заряжать, чтобы... Сейчас я... Заряжать, чтобы... В нем плотность должна быть 1,28. А где особенно? Конечно. Я говорю, вот, взяли-то, вот, перед уборкой самой, взяли, поставили все это, и нафиг. Вам надо разобраться с генератором. Да, вот сейчас поеду, к примеру... Езжайте 5,40. Саша. А, Саша, это, седовой. Да, седовой седовой. Сейчас я сдачу вам, да? Да, ему там надо снять его уже, или он сам снимает? Ну, вы с ним переговорите. Может, он и сам снимет. Да. Сейчас... Батарейка отстыла. Остыла. И сейчас мы зальем немножко электролита, чтобы проверить и испытать качество нашей пайки. Все запаяно. Буквально грамм 150-200. Грамм 150 залью. И дадим батарейке постоять. Давайте, наверное, сделаем тестик, пока не залито. Пока полностью не залито. Так, где-то я... Тест уже делал. А куда-то не наклеил бейджик и... Да. Батарейка, походу, у нас... умерла. Умерла. Умерла, 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 умерла. Ладенько. Ну, попробуем с ней поработать. Попробуем с ней поработать. Ну, ничего хорошего мне кажется от нее ждать нам не стоит. девятнадцатого года батареи сейчас подожду минут 20 побежит не побежит залью полностью электролитом и продолжим ее испытания залив полностью электролит банка наполнена нигде не бежит не капает не чурить все сухо все сука так ну-ка давайте сразу после заливки сделаем еще один тест то есть не утешительные три процента давайте дадим батарейки остается часть часика 23 и произведем еще одно тестирование кушать подано садитесь жрать господа супчик готов это сегодня у нас рассольник как наибнуть сейчас тарелечку отгорел один там все на пайках от боялась борис имеет еще он мой преподаватель по электротехнике так что все заточил его 800 так вот смотрите у вас 7 процентов было посохом батарейка высаженная было так вот шестнадцатого на года это батарея я не помню семнадцатого года до пятерочка на чем стоит она еще раз на десятке до заходите сейчас я она как 530 ампер но смотри пятьдесят девять процентов посох батарея заряжена 98 так 409 ампер пусковой напряжение пока еще батарейки надо еще часа три дать отстоять так 13 13 46 сопротивление 675 и плотность 120 так вот вот эта баночка отстает у нас плотность везде 127 128 ну разброс по банкам с учетом возраста в две точки это нормально вот здесь 127 плотность по моему вот эта банка 128 но 127 напишем так я корректировку электролита не делаю для того чтобы сберечь ресурс батареи потому что после того как сделаем корректировку сразу начнется повысится саморазряд у батареи так ну результат для этой батареи будем считать нормальный с учетом его возраста до минус 20 нет минус 20 я погорячился минус 15 батарея будет уверенно заводить будет ниже температура заносите домой если не приобретете ничего новому заносите домой и батарейка в теплом состоянии также будет минус 25 даже она будет крутить второй зимой надо заносить его до зимой желательно ниже минус 15 градусов хотя она и заведет вам но вы просто ее высадите остатки с нее вытащите и просто чтобы если вы хотите немножко ее сберечь увеличить ресурс если она зиму если вы отгоняете на ней будем надеяться что лето она еще отбегает нет никакие учета пройти так ты чё наша батарейка нормально вылезла так 500 ампер 85 процентов батарея выдает с генератором разобрались а ты подъезжал да пацаны нет надо закрепить его он у тебя не закреплен вы же поставили с 10 ски или какой надо его закрепить он у тебя болтается поэтому у тебя зарядка пляшет так 462 ампера выдает nrc 1286 сопротивление 598 и плотность живую даже уже батарейка живая плотность 1,28 плотность была 1,12 на момент когда вы была слабая конечно она была разряжена сейчас батарейка в полном порядке ну как в полном порядке для 1,6 двигателя батарея она изначально была слабая 500 ампер это как бы ну до минус 15 то же самое вот что парень отъехал минус 15 не заносите минус ниже будет температура занесите домой и утром как летом она заведется как летом не надо вы просто ее снимаете с машины когда морозы будут начнутся заносите домой ну зима пролетит чтобы вам не покупать сейчас новую батарею потому что вы несколько заводок и она просядет вот это 462 ампера в принципе она и минус 20 заведет митсубиси же у вас да машина митсубиси не помню машина митсубиси же да нет как она ниссан 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 не сран ну минус 20 она заведет но лучше при минус 15 заносите домой вы же в доме своем живете ну конечно во двор заехали сняли занесли а я уже подумал я думаю наверное что-то неправильно номер говорю нет нет я только сегодня закончился это самое надо мне доехать в городе был тут честно сказать только хотел к тебе ехать нет я вы долго видимо ездили на по мертвой батарее поэтому пришлось с ней три дня повозиться сколь